Россиянин Артём Сильченко выиграл пятый этап мировой серии по клифф-дайвингу. В этой спортивной дисциплине, пока не включённых в программу Олимпийских игр, отчаянные парни прыгают в воду с высоты 27 метров. На итальянском этапе Сильченко опередил ближайшего преследователя, американца Стива Лобью, почти на 7 баллов. На третьей позиции оказался мексиканец Хонатан Паредес, лидер общего зачёта мировой серии британец Гэри Хант. Финальный раунд на этот раз не пробился. Однако он удержался на первой строчке по сумме всех этапов. Артём Сильченко делит пятое и шестое места с чехом Михалом Навратилом. Наконец-то я выиграл. Давно со мной такого не было. Давно даже не поднимался на ступени, перестал. И наконец-то заработал опять мой самый сложный прыжок, мой хонстенд. И я очень-очень доволен сегодня. А это уже Уэльс. Ежегодный чемпионат мира по плаванию в болоте с маской и трубкой. Длина канавы 60 ярдов. Проплыть её нужно дважды, туда и обратно. Участвовать может любой желающий, заплативший небольшой взнос. Те, для кого скорость не важна, выходят на старт в оригинальных костюмах. Нынешний чемпионат 31 по счёту. Победу в мужском заплыве одержал Дэн Норман. Женскую гонку быстрее всех преодолела Анна Ломан. Это удивительно. Для меня это большое событие. Было очень интересно плавать в болоте. Россиянин Евгений Бобрышев не сумел пробиться в призёры голландского этапа чемпионата мира по мотокроссу. В его классе MXGP субботний заезд выиграл британец Шон Симпсон, а воскресный итальянец Антонио Кайроли. Призёрами оба раза были бельгиец Клемен Бессаль и голландец Глен Волденхоф. В общем зачёте Бобрышев удержался на пятой строчке протокола, а лидерство сохранил славянец Тим Гайсер. Сборная России по пляжному футболу завоевала бронзовые медали Евролиги. Турнир проходил на острове Сицилия. В малом финале россияне со счётом 8-7 взяли верх над сборной Испании. А чемпионский титул впервые в истории этой игры достался команде Украины. В решающем матче суперфинала украинцы переиграли сборную Португалии со счётом 2-1. Классические футболисты Европы в эти дни собрались на короткие сборы национальных команд перед отборочными матчами к чемпионату мира 2018. Сборная России, которой не нужно проходить квалификацию, в среду проведёт в Анталии товарищескую встречу с турецкими соперниками. А вот испанской команде, которая сложила полномочия чемпиона Европы, предстоит на будущей неделе встретиться с футболистами Лихтенштейна. Сбор начался неожиданно. Новый главный тренер Хуан Лопатеги не вызвал многолетнего галкипера и капитана Красной Фурии Икера Касильеса. Остальные игроки озадачены. Все удивлены, что такой легендарный футболист для испанского и мирового футбола, как Касильес, не вызван в состав сборной. Икер – наш первый капитан. Его отсутствие в тренировочном лагере стало для меня неожиданностью. Но мы должны уважать решение, принятое главным тренером, который начинает новую эпоху испанского футбола с радикального изменения в составе. Надеемся, в итоге он все сделает правильно. Тем временем по дорогам Испании продолжают колесить участники одной из главных супермногодневных гонок сезона в Уэльты. Завтра здесь будет день отдыха, а в минувший уикенд на испанской кетле произошло приятное для российских поклонников филоспорта событие. Сергей Логутин из команды «Катюша» одержал победу на восьмом этапе. В горной классификации «Россиянин» держится в группе лидеров. И о хоккее поговорим. В континентальной лиге после первой игровой недели определились лидеры. В Восточной конференции первая пятерка перед сегодняшними матчами выглядела так. Без потерь шел омский «Авангард», следом за ним выстроились «Лада из Тольятти», «Новосибирская Сибирь», «Автомобилист» из Екатеринбурга и «Челябинский трактор». На западе, как и ожидалось, вперед вырвались армейские клубы Петербурга и Москвы. На пятки им наступает «Нижегородская торпеда», «Загребский медвежчак» и «Сочинский хоккейный клуб». Завтра станет понятно, калиф на час СКА или Питер утвердился во главе конференции всерьез и надолго. В гости к армейцам с берегов Невы пожалует Казанский Акбарс. Во главе клубов стоят амбициозные тренеры, нынешний наставник сборной России Олег Знарок и бывший рулевой национальной команды Зинатула Белелединов. Аналитики букмекерской компании «Легоставок» отдают предпочтение СКА, состав которого покрепче. Котировки на ваших экранах. Другую завтрашнюю пару составит финалист Кубка Гагарина ЦСКА и Нижнекамский «Нефтехимик». Игра пройдет в Москве. Эксперты Лиги Ставок не сомневаются в победе команды Дмитрия Квартального. Ставки на Викторию Армейцев принимаются с коэффициентом 1,39. Это значит, что поставив условную тысячу на их успех, можно будет заработать лишь 390 рублей сверху. Зато гипотетическая победа гостей увеличит капитал игроков в пять с лишним раз. Но выбор, как всегда, за вами. Борис Титов, РБК. Продолжение следует...